Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале и, наконец-то, новое видео, хотя я просто влог. Начала я снимать видео в 11, хотя встала сегодня достаточно рано, и сегодня мы с вами вместе будем переделывать мои ноготочки. Это видео я снимала где-то месяц назад, и вообще у меня собралось очень много видео, которые мне нужно перевести. А сегодня коррекцию мы будем делать именно потому, что пришла посылка с тем, где я заказывала всякую атрибутику для ноготочков. Там просто огромный выбор, я, кстати, ссылку на скачивание приложения обязательно оставлю внизу в описании под видео. Если вы скачаете приложение по моей реферальной ссылке, то вы получите пакет купонов, в зависимости от страны он разный. Где-то около 100 долларов, но если вы из России, к сожалению, вы не получите ничего. По-моему, даже заказать ничего нельзя, поэтому не скачивайте. Ну, в общем, одна из моих подружек сейчас беременная, поэтому я решила для ее малыша заказать костюмчик. Посоветовалась мама, и мама сказала, что совсем маленькие костюмы не стоит брать, потому что дети очень быстро растут. И плюс еще на рождении малыша все вокруг тарят супер-миниатюрные костюмы, поэтому я решила взять этот, и он достаточно большой. На 6 месяцев оказалось он намного больше, чем я ожидала вообще. И, кстати, будьте внимательны, на каждый товар я оставляю артикул, который вы можете ввести в поиск тему, и найти определенный товар у того же продавца, у которого приобретала я. Стоит такой костюмчик 15 долларов, хотя сейчас он стоит еще дороже, но я его покупала за 15. У меня дома еще с гендер-пати моего брата осталась голубая ленточка, в которую мы очень красиво завернем. Еще надо купить пакетик голубой, его дома, к сожалению, не было, поэтому купим очень классный пакетик. Я так раскинула мозгами, и, в общем, когда ребенок родится, еще посчитала плюс 6 месяцев, получается зима, и как раз этот зимний костюм будет в пору. Но вообще я очень люблю дарить подарки и получаю колоссальное удовольствие от этого процесса. Я еще не совсем решила, в какой пакетик мы положим, нужно придумать что-то интересное, еще можно заказать шарики, или купить дополнительно памперсы, или сладости, или еще что-то, в общем, обыграть, как это интересно, и подарить. Также обязательно после скачивания приложения, если в течение 24 часов вы делаете заказ, то обязательно используйте мой промокод. Сейчас вы его видите на своем экране, и он вам даст дополнительную скидку, плюс ко всем остальным скидкам 30%. В этот раз заказ был действительно удачный, все мне понравилось. Заказала себе черный кардикан по рекомендации одного из блогеров, которых я смотрю, и она сказала, что обязательно нужно брать на размер больше, но качество просто отличное. И, девочки, как хорошо, что я ее послушала, действительно взяла М, и прям впритык, не то что впритык, вот прям так, как должно сидеть. Здесь такая сеточка, а вот эти рисунки, они как будто из велюра, то есть гипюр и велюр, вот такое вот сочетание. Стоило что-то в районе 10 долларов, но я осталась очень довольна, и вот не то, что я хвалю блогеров, но на самом деле очень полезные подобные видео. Маечка, которая снизу, это у меня от другой кофты, то есть вместе с этой кофтой не шла маечка изнутри, маечка из другого комплекта. Но, несмотря на это, за эту цену я считаю просто даром. Несмотря на то, что я живу в Азербайджане, сейчас в сентябре можно ходить в шортах, но уже я решила утепляться, поэтому взяла себе домашние тапочки. Каждый год покупаю новые. Обожаю новое постельное белье и обожаю новые тапули. Взяла на размер больше и как раз впритык, но немножко они скользят, скажу вам честно. Безумно просто мягкие, стоили они 13, потом была скидка, они стоили 8. В общем, ждите скидок и покупайте их за 8. Размер подошел просто идеально, потому что в комментариях те писали, что нужно брать на один размер больше. Я так и сделала и подошло отлично. Вообще с размером в онлайн магазинах, маркетплейсах мне всегда везет и всегда приходит то, что надо. То есть даже если на товар нет отзывов, я заказываю тот размер, который мне в конце подходит. В общем, мне везет. Была и другая расцветка, но на мой взгляд, самое удачное это. Ну вообще у нас дома принято, обязательно гостям предлагают новые чистые тапочки, поэтому где-то 4 пары у нас всегда вот в этом ящике лежат чистые новые. Эти я скорее всего оставлю себе, потому что просто влюбилась в них, просто оставляю в этом ящике. Когда начнутся холода, уже дома буду их с удовольствием носить. Эта мама всегда меня ругает, она всегда говорит гостям все самое лучшее. Новые тапули, новое полотенце и все самое лучшее из холодильника. Сегодня, девочки, в конце видео мы с вами будем делать ноготочки. Я вам могу смело сказать, что это лучшие ногти, которые я когда-либо делала. Я настолько и в них влюбилась. Поэтому заказала вот такие вот бантики, тут зайчики. В общем, разные атрибуты, которые клеятся на ноготочки и получаются безумно красиво. Я взяла вот такой смешанный набор. У нас в городе начали продавать эти бантики, наверное, где-то в 50 раз дороже, чем они продаются на тему. И самое удивительное, что люди покупают за эту цену. Неужели они не заходят на тему и не видят цены здесь? То есть за цену одной бабочки я купила весь этот набор. Вы просто представьте себе. Так как я просто чисто себе делаю, я не мастер ногтевого сервиса. Я просто взяла себе набор, в котором очень много разных орнаментов. То есть это не только бантики или бабочки. В общем, здесь есть все, но все плюс-минус розового цвета. Сегодня обязательно все это будем пробовать. Следующая вещь, которую я купила также на тему, это вот такие патчи под глаза. Их делают перед макияжем и обычно оставляют в холодильнике. У меня так-то мешков и синяков под глазами нету. Хотя иногда, когда люди из вне начинают говорить про мои какие-то недостатки, которые у меня есть, которые я раньше никогда не замечала. Меня, если честно, это немножко подбешивает. В моем мире у меня все нормально и нос у меня не такой уж крупный. Но почему-то некоторые люди пытаются ввить нам какие-то комплексы, которых у нас нет. У меня лично их нет. Нужно просто принять тот момент, что все мы неидеальные. Бог нас создал неидеальными. И с этим лицом надо жить. Если что-то не нравится, можно подправить. Я подправляю, но все подправлять я не собираюсь. Эти патчи стоят 7 долларов. Я уже их использую на протяжении двух недель. И мне все нравится. Девочки, у меня есть такая привычка. Она очень дурацкая, но я не знаю, как с ней бороться. Если я вижу какой-то товар на скидке, если даже он мне не нужен, я все равно его обязательно куплю. То же самое касательно этого зеркала. Обычно оно стоит около 10 долларов. Но я его увидела за 5. Я поняла, что эту возможность нельзя упускать. Поэтому решила взять. Даже дома, если я делаю макияж перед зеркалом, все равно я не вижу. Возможно, я просто привыкла так. Я обязательно беру в руки вот такое небольшое зеркало и начинаю краситься. То есть с большим зеркалом на туалетном столике мне краситься неудобно. Поэтому взяла и его в таком состоянии оставила. Следующий это моя любовь. Атрибуты для ноготочков взяла себе набор, который стоил всего 5 долларов, в который входит абсолютно все. Это база топ, бонд, ну и праймер. Скажу вам сразу, я не профессионал, делаю сама себе. И, кстати, в подарок еще вот такое вот масло для кутикулы положили. Вот эти ноготочки я делала где-то 2 недели назад. И у меня все держится просто идеально без бонда и без праймера. В прошлый раз ноготочки, которые я делала, тоже делала с базой и топом, которые я заказывала. Как раз таки на тему. У меня все держится идеально, поэтому я как бы не заморачиваюсь. Я знаю, что есть сложные ногтевые пластины, у которых все откалывается и так далее. Но у меня таких проблем нет. Поэтому я могу использовать абсолютно все и обойтись без бонда и праймера. Но в этот раз мы будем использовать их тоже. Ну а база и топ, так как в открытом состоянии у меня уже есть, эти 2 чисто у меня пойдут на запас. Если вы на протяжении долгого периода меня смотрите, наверняка знаете, насколько сильно я люблю покупать все на запас. Кстати, уже успела попользоваться. Взяла себе такой набор фрез, который стоит всего 5 долларов. И здесь 10 штук. Так, на минутку у нас в городе одна стоит за такие деньги. То есть я купила в 10 раз дешевле, чем у нас в городе. Я всегда снимаю покрытие на максимальных оборотах. И на мой взгляд, фреза справляется просто на ура. Естественно, только одну я взяла на использование, а все остальные положила на запас. Также у меня есть фреза, которой я до этого пользовалась, так как я делаю только себе. Она, естественно, даже не успела испортиться. Давно смотрела на тему, на термогейрлаки. Давно хотела. И, кстати, никогда у меня его не было, поэтому решила взять. Просто я озвучиваю видео гораздо позже, чем снимала его. И сейчас я могу с полной уверенностью сказать, что это один из лучших гейрлаков, которые у меня когда-то были. Безумно красиво смотрятся, знаете, такой эффект омбре. А это, собственно говоря, все мое добро. И несмотря на то, что я не принимаю клиентов, все равно у меня есть палитра чистая для себя. И, в общем, оттенки, которые я покупала за последние полгода, я не перенесла на эту палитру. Поэтому это мы с вами вместе сделаем. Честно, я не помню, выкладывала вам сюда или нет. Еще я купила два вот таких гейрлака на тему. Их тоже, кстати, нету в палитре. Так же, как и вот этого гейрлака, который я покупала в городе, он просто ужасный. Он просто стоил доллар, большой объем и был на скидке. Я подумала, блин, как круто возьму. А потом оказалось, что он совершенно по-дурацки наносит. Его надо по 300 слоев наносить. Эти, кстати, типсы набором я покупала в обычном нейл-магазине. У нас здесь в городе их очень много, поэтому есть где разгуляться. Так как все равно в конце видео я буду себе переделывать ноготочки, поэтому решила сразу организовать рабочее пространство. Буду делать ноготочки, как всегда, в зале. Включаю телевизор, свою любимую передачу или любимого блогера и начинаю. Начнем, пожалуй, с новинки. Нанесем термогейрлак, который я вижу впервые в жизни, на типсы. Посмотрим, как это все работает. По идее, чтобы получить идеальное покрытие, нужно нанести сначала базу, потом оттенок, потом топ. Но на типсах это все делать неохота, поэтому я просто наношу цвет. И, в общем, в тюбике он всегда фиолетовый. Когда наношу на типсу тоже, это чисто фиолетовый оттенок. Но как только я отправляю в лампу, он становится розовым. Потому что что? В лампе тепло. Правильно. Честно, после покупки этого гель-лака я поняла, что все остальные цвета я тоже хочу. И как жалко, что у меня всего 10 пальцев. Куда я просто успею все это намазать? Многие гель-лаки с темы наносятся просто в один слой. Но я просто как-то привыкла и считаю просто своим долгом нанести второй слой. Если аккуратно нанести, можно и в один слой обойтись, и экономить свое время. Но это чисто привычка. Я думаю, подобные гель-лаки будут гораздо лучше смотреться именно зимой. Когда на улицу вы выходите и потом заходите обратно в теплое помещение, цвет меняется. Это очень интересно. Еще я, кстати, нашла гель-лаки, которые в темноте светятся. Тоже хочу попробовать взять зеленый цвет. Очень круто. Говорят, в темноте он светится. Если все так же работает, как и там на фотографиях, будет классно. Одна девушка под моим видео написала комментарий о том, что, айка, ты столько всего покупаешь, денег тратишь. Не проще ли просто ходить в салон и делать это все в салоне? То есть тебе просто кажется, что ты экономишь, на самом деле ты тратишь куда больше, чем просто ходить в салон. И я вам скажу так, девчонки, это чисто просто как хобби, это как развлечение для меня. Я реально получаю колоссальное удовольствие от процесса, плюс еще снимаю для вас контент. А подобный контент на моем азербайджанском канале один влог набирает 100 тысяч просмотров. Следовательно, я делаю вывод, что это интересно не только мне, но и моим зрителям. Так почему бы не снимать этот контент дальше? Ну а сейчас я вам наглядно покажу вот этот кейтлак на деле. Сколько слоев нужно нанести, чтобы получить хоть какой-то оттенок. Хотя это темный цвет, и обычно подобные темные цвета бывают не особо капризными, но не в этом случае. В свое оправдание хочу сказать, что я умею распределять даже супер капризные оттенки. В данном случае вы видите первый слой, но здесь дело не в том, что оттенок капризный. Дело в том, что гейтлак просто некачественный, и вам не советую эту фирму покупать. Даже если она будет на 99% скидке. Я высушила этот слой, потом нанесла еще один, и только с третьего слоя получился какой-то более-менее оттенок. А вот эти три гейтлака я заказывала на тему. Очень маленький объем тюбиков, учитывайте этот момент, хотя на фотографии кажутся они огромными. На самом деле нет, здесь всего 8 мл, но если вы делаете сами себе, почему бы нет? Ну а этот гейтлак аж с третьего слоя получилось более-менее что-то подобное на покрытие. Но несмотря на этот косяк, все равно решила этот оттенок тоже добавить свою палитру. У меня есть такой фетиш, как сразу я нанесла все, стараюсь вытирать спиртом и класть на места, чтобы баночки, тюбики у меня были аккуратные, ни в коем случае не липкие, меня это просто раздражает. И вот такая вот уже огромная палитра у нас получилась, и кстати я заказала еще новые оттенки. А мы с вами дальше распаковываем нашу посылочку. В общем, я давненько хотела себе колготки, которые очень часто видела на рекламе у тему в инстаграме. У меня каждый раз всплывает эта реклама, это то есть колготки, которые внутри утепленные, но когда вы их носите, такое ощущение, что на вас капроновые колготки. Купила всего за полтора доллара, особо знаете надежду, что придет что-то качественное не было, но я была удивлена, потому что они достаточно хорошего качества, и даже на видео видно. Зимой я очень люблю носить короткие юбки или короткие шорты, именно с колготками и длинными сапогами, мне это очень нравится. И вот поэтому мне очень часто рвутся капроновые колготки, поэтому я решила купить вот эти. Как вы видите на видео, совершенно незаметно, что это утепленные колготки, кажется, что на мне просто капронки, хотя они очень теплые. Изначально себе я хотела сразу купить очень много разных колготок, потому что получается намного дешевле, чем у нас в городе, но потом я решила заказать одну пару, посмотреть на качество, если мне понравится, затем уже у того же продавца заказать еще, но, к сожалению, их не осталось в наличии. Ну, в общем, как всегда. Поэтому уже второй раз я заказала себе немножко другие колготки, а как только эти появятся опять в наличии, обязательно несколько пар себе закажу и оставлю. А то, вы знаете, очень часто такое бывает, уже продумала образ, выбрала платье, сделала макияж, уже начинаешь одеваться и видишь, что оказывается капроновых колготок у тебя нет. Именно поэтому я покупаю и оставляю у себя уже в ящике. Опять же, социальные сети, которые мотивируют нас купить что-то. В общем, увидела такие лезвия, девочки бреют лицо, я решила, что мне нужно обязательно подправлять форму бровей именно этим средством. И, кстати, я уже воспользовалась ими, мне не очень понравилось. Может быть, я неправильно использую, но, в общем, я не в восторге. Стоили они недорого, что-то в районе доллара за три штуки. Понятное дело, цена бюджетная. Просто смысл я совсем не поняла. Еще мне в комментариях девчонки написали, что те, кто подправляет брови именно такими лезвиями, потом брови растут в разные стороны. А это мы будем использовать сегодня. Это вот такие формы для ноготочков, точнее, формы для френча. Если брать чисто nail art, я очень люблю наклейки именно водные. А вот такие, они постоянно рвутся, отклеиваются, и мне не очень нравятся. Поэтому я хотела подобные водные, но я их не нашла. Все абсолютно, которые есть на тему, именно такие. За две штуки я заплатила доллар. Это не так уж дешево, скажу вам честно, для темы. Но все равно хотела попробовать, и сегодня в нашем гирлаке мы будем использовать именно их. На самом деле, я думала, их использование гораздо проще, чем есть на самом деле. Ровно их приклеить тот еще квест. Ну и последнее, что я заказала из этой посылки. В общем, в прошлый раз я купила себе пилочки для ногтей, и они оказались очень хорошего качества. И тут я увидела эти на скидке. Я подумала, что они будут такого же качества, как те, которые я заказывала в предыдущем своем заказе, но нет. На видео, правда, этого незаметно, и на фотографиях тоже было непонятно, но эти намного... Они как будто хлипкие, тонкие, как будто вот сейчас и сломаются. Короче, эти пилки я вам не советую, поэтому артикул не оставляю. Они просто ужасные, на мой взгляд. Лучше уж чуток переплатить и купить нормальные. Ну, естественно, их я использовать буду, потому что уже заказала. Ну, а так вам советовать, к сожалению, не могу. А мы с вами, пожалуй, начнем делать коррекцию. С этим гирлаком я проходила ровно две недели и могла бы проходить еще две, но я хочу протестить те средства, которые пришли мне сегодня. Поэтому у нас с вами внеплановая коррекция. Но вообще коррекцию я делаю достаточно часто, поэтому в этот раз я хочу с покрытием, которое я сделаю в этот раз, проходить минимум четыре недели. Также, как я и вам говорила ранее, будем тестировать новые с вами фрезы. На снятие покрытия у меня ушло всего 10 минут. С фрезой я довольна, мне все нравится. Обычно я снимаю сразу с обеих рук, но в этот раз только с одной. После того, как я сняла покрытие, вдруг я поняла, что что-то не так. Так, вокруг очень пыльно. Вся пыль с моих ногтей летит абсолютно в разные стороны. И тут я поняла, что я забыла надеть мешочек. Какой ужас. Где, девочки, моя логика? Все, теперь готово. Кстати, этот пылесос тоже заказывала на тему, и это оказалось одной из самых нужных покупок, которые я делала за последнее время. Пушером убираем кутикулу. Я отодвигаю фрезой кутикулу, а затем все это срезаю щипчиками. И тут я решила сделать небольшой перерыв. Приготовила себе кофе, салатик. Также мама сходила в магазин и купила небольшой хот-дог. Он прям горячий и очень-очень вкусный. Поэтому я решила сделать небольшой такой перерывчик. Я надеюсь, что вы скучали по малышу Твиксику. Вот он. И, кстати, нашел себе новое жилье в качестве коробки. Ну, а мы с вами, естественно, продолжаем делать маникюрчик. У меня есть вообще такая привычка. Если я начала делать ноготочки сегодня, не в зависимости от того, во сколько я начала, и какой сложностью будет мое покрытие, я обязательно должна закончить. Просто в комментариях подписчицы, которые сами себе делают ноготочки, мне пишут, например, сегодня я делаю одну руку, а на следующий день делаю вторую. Так вот, у меня так не работает. Обязательно я должна в этот же день все закончить и разложить все свои атрибуты по местам. Сегодня мы будем использовать праймер и бонда. Они, по-моему, называются так, которые я заказала сегодня. То есть, точнее, те, которые пришли сегодня в заказе от Тему. Многие меня исправляют, что не Тему, а Тему. Ну, в общем, в разных странах произношение разное. У нас я называю Тему, поэтому я тоже привыкла и как-то называю так. Так что, если вам как-то это режет слух, не обращайте внимания. Я нанесла свою базу от Блюзка, и теперь у нас будет гель. Вне зависимости от длины ногтевой пластины, я обязательно укрепляю гелем. В противном случае у меня все ломается. Даже если длина у меня не экстремально длинная, у меня всегда бывают не супер длинные ноготочки, все равно обязательно я всегда укрепляю гелем. И у меня в открытом состоянии два геля от Рунейл. Сказать, что они супер хорошие нет. Самый обычный гель я решила взять в камуфляж, потому что ногти мы будем делать розового цвета, и под него классно будет камуфляж. Наношу не сильно много, потом делаю, кстати, опил. Раньше я этого не делала. Именно поэтому раньше ногти у меня оказались супер огромными, потому что я не делала опил. А сейчас, несмотря на то, что я нанесла не так много геля, наношу небольшое количество спирта, протираю и начинаю опиливать. На мой взгляд, у меня достаточно сложные ногти, потому что пальцы растут в разные стороны. И вот такой результат у нас получился. Сверху еще прошлась пафа. Сама себя не похвалишь, никто не похвалит. На мой взгляд, получилось идеально. Мне, по крайней мере, очень нравится. И сегодня мы будем использовать новый термогейлак. Наверное, все ногти одного цвета не будут. Буду наносить его на пару ноготочков. Первым делом отодвигаю кутикулу, и вот такое покрытие у нас получилось. Это только первый слой. Кейлак действительно наносится просто идеально, и можно оставить прям так, но я буду также наносить и второй слой. Сушу это все дело 60 секунд, и наношу второй уже слой. Получилось очень-очень нежно и красиво, на мой взгляд. Как вам? Пишите обязательно в комментариях. Как я вам обещала в начале видео, мы обязательно будем использовать вот эти вот лунки для френча, потому что смотрятся они красиво, но использовать их не так просто, кстати. Я сомневалась, какого цвета выбрать. Сначала думала, может, белые, потом остановилась на черных, потому что ногти у меня светлые, и на контрасте как бы черные смотрелы себе куда выигрышнее. Возможно, только мне так кажется, и я не приноровилась, но на мой взгляд, очень сложно именно правильно ровно приклеить. Когда вы изначально подбираете размер, нужно брать чуток побольше, потому что мне казалось, что я выбрала именно тот размер, потом, когда наклеивала, обращала внимание, что они слишком маленькие. В общем, я не с первого раза приклеила, и вот получилось у меня так. И сейчас уже где-то 15 дней я хожу с этим маником, и ничего у меня не отклеилось, сверху просто нанесла топ, и готово. Клеятся они хорошо, не отваливаются, все замечательно, просто единственное, сложно именно подобрать по размеру вашего ногтя. Ну, возможно, я просто в первый раз клеила, поэтому было сложно. Топ я наношу без липкого слоя, я люблю такой жиденький, и наношу не толстый слой. Возможно, я просто себя хвалю, и мне всегда нравится работа, которую я выполняю, хотя в комментариях меня всегда девчонки ругают, но на мой взгляд, просто идеально. Когда я заказывала этот термогель-лак, я хотела взять желтый, но потом решила, что так как я беру вот эти фигурки розового цвета, я собираюсь сделать коррекцию в тот день, когда мне все это придет, поэтому я решила взять розового цвета. На второй ноготочек также буду наносить розовый цвет, и будем крепить вот эти фигурки. Признаюсь честно, сначала я приклеила на обычный просто гель, и они у меня отвалились, потом я опять приклеила, и, в общем, потом мне подписчица написала, что обязательно эти фигурки надо клеить на полигель, и только в этом случае они будут держаться. Возможно, меня смотрят девчонки, которые тоже хотят заказать, чтобы вы не натыкались на те же грабли, на которые наткнулась я. В общем, сейчас я приклеила на полигель, и у меня уже где-то неделю точно держится все отлично просто. Фигурок здесь много, и вы знаете, не то, что просто взяли и кашу вам положили, каждой фигурки по две штуки, и вот эти бантики есть с блестками, есть обычные, есть розовые, и каждой обязательно по две штуки, вот это очень круто. То есть, если вы хотите и на левой, и на правой руке сделать одинаковый маник, спокойно можно это все сделать. Ну а я в свою очередь остановилась на этих бантиках, они идут с блестками, на мой взгляд, очень красиво, решила приклеить их. Мне всегда они нравились, но почему-то мне казалось, что с ними безумно неудобно, и будут везде цепляться, девушки ходят с крейзи длинными ногтями, но это все не мое, мне неудобно, поэтому я почему-то была уверена, что я не смогу с ними ходить. Но, как оказалось, все намного проще, чем я сама себе представляла. На самом деле, никуда не цепляется, потихоньку ты привыкаешь, и все. Таким образом, два ноготочка у нас готовы, теперь я хочу выбрать оттенок, которым буду красить остальные ногти, но, в принципе, нужно было выбрать такой цвет, который будет сочетаться со всеми остальными ноготочками, поэтому я выбрала такой фиолетовый, потому что даже этот розовый, он термогидлак, и он тоже становится фиолетовым, поэтому с этим оттенком, думаю, будет классно сочетаться. Это у нас Джефф, покупала, по-моему, в прошлом году, и когда я покупала, каждый раз снимала для вас влоги, поэтому этот оттенок у меня есть достаточно давно, и частенько я им делала гейдлак для мамочки. Оттенок распределяется просто идеально, и я его сушу. Когда я снимаю в формате 4К, почему-то фокус просто покидает чат. Ну, и я решила как раз-таки вот эти улыбки, которые белого цвета, наклеить на темный гейдлак, получится красиво тоже, и сочетаться между собой. Может быть, для кого-то это будет слишком, скорее всего, для многих моих зрителей это будет ужас какой-то. Признаться честно, меня раздражают люди, которые осуждают чей-то маникюр и говорят, что дорогой маникюр это нюд, а все остальное это колхоз. И я считаю, что колхоз это прежде всего осуждать чей-то выбор, и если кому-то нравится наращивать ресницы экстра объема, честно, мне плевать. Так что если мой выбор вам кажется слишком или чрезмерко речащим, не надо писать об этом, просто пройдите мимо и просто сами в дальнейшем не делайте подобное покрытие. Самое главное, мне нравится. Признаться честно, я обожаю самой себе делать ноготочки, и вечно у меня руки чешутся, особенно, когда я вижу видео, как кто-то себе делает маникюрчик, мне хочется переделать эти ногти, но эти мне настолько сильно понравились, что я уже 15 дней хожу с ними и хочу еще продолжить ходить с ними. Я не знаю, на видео видно или нет, но ногти получились настолько аккуратными, настолько идеальными просто. Не знала, что делать с мизинцем и решила кое-что придумать. Наношу розовый термогель-лак в два слоя, а затем опять же будем использовать эти улыбки, которые как наклейки наклеила вот таким образом и будем заполнять блестками внутри. Несмотря на то, что для бумажного канала я рисую очень много крутых рисунков, рисовать на ногтях у меня не получается, потому что красками рисовать я не умею и никогда это не практиковала. У меня мама постоянно удивляется, она говорит, ты же так красиво рисуешь, почему нельзя подобное что-то нарисовать на ногтях? Но не умею, не получается, поэтому меня спасают подобные атрибуты, дизайны, наклейки и все остальное, потому что просто ходить с однотонными ногтями мне просто скучно, у меня обязательно что-то такое интересное должно быть. Сейчас мы делаем левую руку и я, получается, где-то два часа потратила только на левую руку, а потом правую я сделала намного быстрее, наверное, потому что я ничего не снимала, ну и вообще почему-то я правую руку делаю намного проще. И даже, мне кажется, в какой-то степени получается намного аккуратнее делать правую руку, хотя это очень странно прозвучит. Сейчас мы с вами делаем большой палец, его тоже я решила сделать фиолетовым, и просто наклеить туда белую полоску, полоску френча. Я просто влюбилась, настолько красиво, я, наверное, уже вас достала себя хвалить, но мне так нравится результат. После того, как я полностью закончила руку, я обязательно ставлю ее сушиться и еще где-то одну минутку сушу полностью, а сейчас пошли проверять под водой, посмотрите, какой эффект омбре получается, просто супер. Так как ноготочек, сам пальчик у меня теплый, получается, что одна часть розовая остается, а вот этот кончик становится фиолетовым, и получается очень круто. Уже время было где-то в 12, я закончила все делать в час, то есть я сидела еще час или где-то полтора, наверное, часа еще делала правую руку и сделала ее достаточно быстро, как вы видите. У меня даже на правой руке не было снято покрытие на тот момент, но дела идут очень быстро. Так что вот такие вот дела. А вы обязательно пишите в комментариях, стоит ли сюда опубликовать свои коррекции, интересно ли вам смотреть, как поэтапно я показываю, как делаю себе ноготочки. На мой взгляд, опять же, мне кажется, это очень залипательно и интересно. И, кстати, один раз, после того, как я сделала себе ноготочки, где-то, наверное, третий или четвертый день в супермаркете, девушка спросила у меня, куда я хожу делать маникюрчик, потому что очень красиво, и я сказала, что я делаю его сама. Знаете, так с гордостью я делаю сама. А это у нас, кстати, правая рука. Вы можете сами сказать, насколько это аккуратно и красиво. На мой взгляд, идеально. Опять же, ну, возможно, я просто себя хвалю. На мой взгляд, правая рука получилась куда лучше, чем даже левая. А на этом, пожалуй, все. Огромное спасибо вам, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте подписываться, писать хорошие комментарии обязательно и ставить обязательно лайки. Субтитры сделал DimaTorzok